добрый день мои уважаемые подписчики мне зовут татьяна березная я работаю в клинике вспомогательной репродукции уролог андролог и сейчас я расскажу новую историю которая началась много лет назад где-то лет пять назад ко мне на прием пришла супружеская пара старшей возрастной группе им обоим было по 40 по моему пять лет и у каждого были свои проблемы у женщины завершался запас яйцеклеток у мужчины были грубые изменения в показателях спермограммы и очень хотели детей и отказывались от каких-либо вариантов связанных с использованием доноских клеток у женщины была проведена программа в результате которой удалось получить яйцеклетки небольшое количество никакого развития эмбрионов с использованием своих яйцеклеток не произошло женщина получила повторную стимуляцию и часть яйцеклеток ее было заморожено в связи с тем что у мужчины показатели спермограммы были грубо изменены два слова паре это пара из одессы оба высокооплачиваемые должностные лица мужчина невысокого роста с седым ежиком быстро ориентирующийся в ситуации адекватный который немало знал в медицинских вопросах однако что касается состояния его системы то она находилась совершенно плачевном состоянии потому что длительно годами его пользовали растительными препаратами никаких четких рекомендаций по коррекции своего обмена мужских половых гормонов не получал на момент моего осмотра я имела уменьшение объема яичек двусторонние гипоплазию он был в типичном состоянии недостаточности мужских половых гормонов и в сексуальной жизни старался держать себя высоко однако у него это не получалось и это было дополнительной проблемой в анализе сексуальной жизни пары мы оценили состояние гормональной системы мужчины оценили ряд физиологических показателей его организма и на этапе начала лечения пара прервала курс лечения и исчезла вновь они появились в августе месяце сегодняшний момент прошло уже пять лет снова активизировать и завести процесс образования сперматозоидов у мужа теперь мне было очень сложно потому что ему выставлен диагноз секреторная азооспермия перемежающаяся криптоспермии русские это сперматозоидов или нет вообще или они появляются иногда гипергонодотропный гипогонодизм это ситуация блокирования выделения мужских половых гормонов опять же потому что он не получил к квалифицированной эндокринологической помощи и сейчас вопросы использования собственных яйцеклеток они как бы отпали осталось два замороженных ацита я снова запустила процесс развития сперматозоидов назначила коррекцию мужчине благодарными на нее ответил нам удалось выполнить сохранение шести образцов очень слабых образцов однако мы надеялись что при разморозке можно будет использовать то что сможет пережить процесс криоконсервации замораживание и отогревание потом затянулась ситуация с подбором донором учитывая что пара была согласна на использование донорских ацитов очень сложно было подобрать донора который соответствовал жене по фенотипическим данным по показателям группы по крови несколько доноров отложились короче говоря я вела мужчину практически в течение полугода и в это время не удавалось удерживать концентрации мужских полового гормона в норме наверное пара устала ну или мужчина понял общие принципы того как мы с ним работали но получилось так что они опять исчезли из моего поля зрения чина делал что хотел это называется тактика сам себе режиссер и я таких пациентов вообще боюсь потому что они выполняют инструкций думают что они ориентируются из заваливают долго старательно выстраиваемые схемы насыщения мужскими половыми гормонами с понижаются или разрушаются целый ряд обменных процессов которые сопровождают эти нарушения сопровождают недостаточность мужских полугогормонов и характерны для пациентов старшей возрастной группы к пожилого возраста для пожилого возраста и я много раз себе обещала что если я это буду видеть то я буду прекращать работу с таким пациентом потому что они становятся опасными и в онкологическом отношении тоже и так он делал что хотел и в конце концов он появился передо мной на фазе когда с трудом полученные свежие яйцеклетки молодой молодого донора нужно было соединять его сперматозоидами свежего образца он сдать не смог потому что он делал что хотел и вся регуляция была развалена его 6 сохраненных образцов из его 6 сохраненных образцов удалось отогреть только 5 сперматозоидов я напоминаю у нас молодой донор молодой донор дал 12 яйцеклеток и он опять возник у меня в кабинете я не сдерживала эмоции я сказала все что я думаю по этому поводу мы хотим помочь людям и собственно если бы они появились хотя бы на старте протокола молодого донора я бы говорила о том что мы можем распаковать сохраненные образцы мы можем использовать если там будут сперматозоиды и свежие но во всяком случае я могла бы хоть как-то этот вопрос контролировать и существует третий путь ургентная тестикулярная биопсия когда мы методом пункции забираем ткани и из нее выделяем посчетные сперматозоиды вот именно этот третий путь сегодня был выполнен мы получили очень малое количество сперматозоидов конечно они были бы сильнее если бы шел согласно нашему плану но победители не судят и сегодня мы смогли оплодотворить все яйцеклетки молодого донора его сперматозоидами то как будут развиваться события дальше я расскажу а еще один нюанс именно сегодня как это произошло я не знаю он вспомнил о том что где-то у эмбриологов хранится одна замороженная яйцеклетка супруги и может быть целесообразно ее оплодотворить сперматозоидом донора на что я ему сказала что на самом деле мы не играем скрещиванием кошечек и собачек получается абсурдная ситуация когда мы соединяем половые клетки разных людей другой женщины и нашего мужчины и нашей женщины и другого мужчины тем более что наша женщина отдавая эту яйцеклетку была в возрасте 46 лет и качество этого ацита этой яйцеклетки очень низкая поэтому я не рекомендовала бы делать так ну вот такая история про кошечек и собачек гипоплазию коррекцию выполнение врачебных назначений жесть детектив если наша история вам понравилась если вам было интересно поставьте лайк колокольчик подпишитесь удачи березная